Он начинал с рисунков на полях тетради, а теперь его произведения украшают целые жилые кварталы. Александр Волков художник-самоучка из Ульяновска, который умело сочетает в своем творчестве поп и стрит-арт. Художник, наверное, это состояние, в котором находится человек, потому что есть мнение, что художник должен что-то закончить, с высшим образованием быть и рисовать что-то на заказ. Наверное, сейчас нет такого понимания, что художник – это, наверное, определяна какая-то профессия, то есть это человек, который просто зарабатывает деньги на искусстве. Художник – это состояние, то есть ты внутри себе говоришь, что ты готов отдавать больше, чем принимать. Стрит-арт – это, если дословно, это уличное искусство, то есть это может быть все, что угодно, сделанное на улице и сделано красиво. Насколько мне известно, это зародилось за океаном, это была Америка. Америка, если говорить про имя Бэнкси, это скорее такой стал человек, который олицетворяет сейчас и поднял на новый уровень эту тему в искусстве. И вообще стрит-арт стал считаться искусством как раз-таки, ну, наверное, благодаря именно ему, именно художнику Бэнкси. Он сам из Лондона. Вообще уличное искусство, оно очень долгое время являлось нелегальным. И если говорить про искусство классическое, вот откуда оно становилось, его недра, история – это просто надписи, теги на всевозможных неблагополучных районах. Так райтеры, как их называют, говорили о себе, чем чаще, чем опаснее, чем больше твой тег, тем ты круче, тем тебя больше знают на улицах и так далее. Но дальше все стало усложняться, начали появляться рисунки и так далее. И очень круто, что вот сама вот эта вот ветка искусства стала преобразовываться и выходить на другой уровень. То есть она стала интегрироваться в городскую среду. И стрит-арт стал, наверное, одним из способов сделать город лучше, круче, красивее и привлекательнее в том числе и для туристов, и для местных жителей. Особенно, когда там скрыт какой-то смысл, подтекст именно вот того места, где это находится. Мне кажется, это очень круто. Бэнкси – основоположник стрит-арта, андеграундный художник-загадка. Вокруг него много споров, мифов и слухов, ведь до сих пор его личность так и не раскрыта. До нас это доходит чуть позже, чем, наверное, развивается во всем остальном мире. Но, наверное, если говорить о России, что в целом скорость внедрения этого, так скажем, в поседневную жизнь, она увеличивается, потому что очень много появляется крутых ребят, классных артистов, которые, ну, так скажем, являются не только художниками, но и организаторами всевозможных фестивалей, которые проходят сейчас, ну, там, очень часто по всей России. И вот классно, что как раз внимание с таких городов, там, как Москва, Питер, оно уходит и уходит больше в города, ну, так скажем, ну, более… с меньшим населением. Если говорить про таких лидеров вот этой отрасли, то это, наверное, примером для всей России будет являться, там, как ее называют, столица стрит-арта, это Екатеринбург. Саш, давай поговорим все-таки, чем же отличается стрит-арт от поп-арта. И вот это вот произведение, это типа мурализма, разграничен для меня, для наших зрителей, где-то тонкая грань. Насколько я знаю, там еще подвиды вообще какие-то существуют. Ну, их на самом деле огромное множество. Если говорить про стрит-арт, то это, наверное, все, что делается на улице, за исключением таких олдскульных тегов и надписей. Это все-таки больше граффити-арт. А поп-арт, ну, это направление в искусстве, которое там зародилось, если не ошибаюсь, в 70-х. И там такие легенды, там, как Энди Ворхол, там, яркие цвета, популярные образы и так далее. То есть это вот про это. Я сейчас на такой выставке была. Вот, это больше про современное искусство. Все-таки стрит-арт, это просто как, ну, так скажем, большой пласт направления. И уже на улице ты можешь сделать картинку уже в каком-то художественном стиле, в другом. Вот, да, давай поговорим про картинки. Просто вспоминая мое детство, да, скажем так, лет в 15. Для меня стрит-арт – это картинки аниме на каких-нибудь заброшенных заборах или стройках. Вот современный стрит-арт, он какой? Он эволюционирует? То есть произведения становятся какими-то более глубокими, возможно? Ну, мне кажется, современный стрит-арт – это определенный посыл, и это, ну, так скажем, слияние с городом. Ну, то есть, когда мы видим, что это не просто какая-то надпись, которая режет глаз или какая-то картинка, которая всех бесит, она не вписывается никак в район, например, да. То есть это что-то, что дополняет наоборот. Ну, то есть, мне кажется, что современный стрит-арт, он сейчас как раз-таки в это направление движется. Ну, также стрит-арт – это, ну, мы говорим о нем как все-таки о нелегальном искусстве, да, в большей степени он зарождался именно так. Поэтому стрит-арт – это еще и часто какой-то вызов, да, то есть это какая-то надпись, это настроение людей, это что-то вызывающее, чувства иногда не всегда позитивные. Ну, то есть стрит-арт – это высказывание. Вот, к слову о нелегальности, да, ты говорил, очень часто за граффити можно получить административный штраф, либо прям уголовная ответственность. То есть где эта грань, получается, ты должен получить какое-то разрешение на этот рисунок, то есть где творить вот этим ребятам-стритарщикам, где их полотна, скажем так. То есть как не переступить эту грань, да, вот об этом. Ну, тут все просто. На самом деле, если ты делаешь что-то, если ты не Бэнкси, и ты делаешь что-то на улице, ни с кем не согласовав, скорее всего, ты будешь наказан за это, потому что это, ну, это закон, который действует там не только у нас там в стране, да, но и в большинстве там странах. Вот, если говорить про историю легальную, да, многие там современные художники работают и с администрациями города, и с коммерческими организациями, которые планируют у себя что-то нарисовать. То есть это такая отдельная история, так скажем, больше художественная, легальная и так далее. Если говорить про стрит-арт как вот нелегальное искусство, да, то это всегда недолговечно, да, то есть любая какая бы ни была картинка, ну, то есть каждый стрит-арт-художник, именно вот классический стрит-арт-художник, он, в принципе, когда делает что-то нелегальное, он понимает, что это не будет жить вечно, да. То есть он, делая работу, даже если она очень сложная и красивая, он понимает, что ее рано или поздно закрасят, ну, сто процентов. Поэтому сейчас стрит-арт-художники ярко и броско заявляют о себе в интернете. В социальных сети выводят произведения в массы, дарят художникам имена и слабо. Какие стены? Глобальная сеть все помнит и стерпит. Стихийные надписи на уличных стенах сейчас больше акций протеста или типичный вандализм. Сначала должен появиться продукт, да, ну, то есть его должны люди захотеть. И я бы даже не брал ни художников, ни чиновников, а людей. Есть много историй, когда именно люди, проживающие в городе, мешают появиться чему-то новому. Таких куча было историй в небольших городах, у меня есть там, ну, так скажем, знакомые, кто с этим сталкивался, когда и с администрацией все согласовано, со всеми все согласовано, и художник все готов, уже все классно, все заряжено, но сами люди против этого. Почему? Основной мотив. Не знаю, мне кажется, что это просто неготовность людей к переменам. Все-таки, блин, страна большая, прогресс дошел, к сожалению, там не до всех уголков. Есть люди, которые живут просто еще какими-то старыми идеями, старыми вот этими посылами, мотивами, в каких-то рамках, ограничениях и так далее. Давай перейдем вот к этим картинам, которые ты нарисовал, да, у тебя их здесь две. Расскажи вообще, что это, откуда зародилась идея, возвращаясь к вопросу, то ли жители сами обратились, да, то ли это какое-то поступление администрации. Я знаю, что вы днями и ночами тут рисовали, чуть ли не 30 литров краски на это все потратили. Расскажи, как создавались эти шедевры вообще? Ну, это коммерческая история, это идея застройщика, который, собственно, эти дома и возводит. Ну, так скажем, я, находясь там в начале творческого пути, посылал сигналы в космос о том, что я мечтаю, я хочу сделать что-то очень большое и масштабное. Ну, то есть, ну, это называется Мурал, ну, то есть, это огромный рисунок, по-русски говоря, на улице, вот. Я просто всеми фибрами посылал в космос то, что я хочу это сделать, и как-то так карты сложились, что именно здесь, именно у нас там в городе появился микрорайон, который хочет сделать классные рисунки. То есть, это идея была застройщика, они не знали, что конкретно, да, но, то есть, у них был концепт домов, то, что у каждого дома есть привязанность к определенной стране. Ну, и была задача, собственно, обыграть эту страну и показать ее интересной, современной, и вот на эту тему я уже готовил макет. Например, интересная история была с макетом на доме Италия, когда я сделал макет и, вот, собственно, показал его. Им очень понравилось, но они увидели, ну, то есть, фон был абстрактный, просто разноцветный, и они увидели, о, это же флаг Италии, давай просто перевернем цвета, это будет реально там флаг Италии, прикольная отсылочка, интересная. То есть, я этого изначально не задумывал и не видел, но вот вместе, обсуждая там проект, мы поняли, что да, это будет прикольно, и я там внес поправки, вот. Мы рисовали в таких экстремальных условиях, было достаточно прохладно, и людей, и еще сама гимназия, она еще была на стадии, так скажем, строительства, людей было немного, но, по крайней мере, жители домов, которые гуляют на районе, они, ну, там, постоянно скидывали в Инстаграм, следили, кто-то там записывал видео, передал привет, и там, из соседних домов, из соседних там квартир, потому что, ну, людям интересно, что-то новое, прикольное, масштабное, было интересно видеть. И как такого негатива, ну, мы не встречали, вот, поэтому для нас все проходило очень позитивно, и мы же тоже делились там и сопровождали это все, там, историями в интернете, да, это за этим можно было наблюдать, и люди, наверное, сопереживали о том, в каких условиях мы работаем, и все-таки работа на высоте, особенно, когда ты там непрофессиональный, так скажем, альпинист, и не делаешь это каждый день, это, ну, это страшно. А как это вообще создается, то есть, по трафаретам рисуется, или как вообще, то есть, ты вымеряешь там, как это все делается, расскажи. По линейке, по черточке. Пробовали на месте разные варианты, да, то есть, ну, если говорить про данные работы, то это был проектор, да, это был проектор, и в ночное время мы делали контур, в дневное время мы, ну, уже закрашивали элементы. В итоге, сколько дней, сколько литров краски на эти два рисунка и по площади, сколько они в итоге? Если вот не соврать, уже плохо помню, но около 200 квадратных метров, потому что рисунки примерно одинаковые, по квадратуре вышло, около 40 литров краски на каждый из рисунков, и если говорить по дням, то первые, с учетом того, что были дни, когда прям шел очень сильный дождь, и мы прям стопорили работу, занял где-то 5 или 6 дней, этот, если не ошибаюсь, 4 или 5 дней, то есть, это чуть побыстрее уже пошел, ну, и мы все-таки руку уже набили на опте. Давай вернемся немножко к стрит-истории, да, к стрит-арту, я знаю, что есть какие-то фестивали стритовские, расскажи немножко об этом, как это происходит, возможно, ты когда-то был участником или, там, собираешься становиться участником такого фестиваля, то есть, как это выглядит, какие стрит-баттлы, типа, кто круче нарисует? Ну, их, ну, если говорить про, вот, фестивальную историю, то их в России сейчас, там, несколько, вот, крупных проходит, и как это происходит, просто объявляется реклама, да, и ты ее видишь везде, если ты как-то связан с темой, либо тебе нравится, либо ты, там, на кого-то подписан, да, то есть, тебе по-любому это попадет на глаза, то есть, если ты в теме искусства, то есть, оно просто будет мелькать постоянно, да, то есть, это обычно призывы, кидайте заявки до какого-то числа, принимаем, вот, и вот организаторы, которые это все дело организовывают, это, как правило, либо художники, уже такие, скажем, со стажем, да, либо люди, которые являются, там, либо кураторами выставок, либо в этой теме, короче, завязаны, они отбирают просто художников, и все, и после того, как они выбрали художников, они едут и бабахают просто свои картинки. Про бата какие-то мини-истории, ну, их мало, но в целом администрация, они во многих городах, они ставят такие, скажем, бетонные щиты, как для граффити, чтобы люди не нарисовали, там, на заборах и не портили, там, здания и так далее, какие-то городское имущество, в общем, вот, они ставят такие стендики, бетонные плиты, где можно, такие мини-фестивальчики, да, однодневные, где можно порисовать. В сентябре стрит-арт-волна накрыла и наш город. Фестиваль «Контур» дал свободу творчества местным художникам, а также мастерам из Казани, Пензы, Сочи и даже Витебскам. Рисовали на специальных полотнах в виде фанерных кубов и фасадах жилых домов. Теперь в Ульяновске и Димитровграде на несколько серых и скучных зданий стало меньше. Немножко нас окуни в свою начальную деятельность, так, флэшбэки, флэшбэки. Я понял. Флэшбэки, они такие обрывистые, но, тем не менее, если говорить о том, что не захотелось, в принципе, этим заниматься, наверное, это было всегда. Да, то есть еще и с детства я там пробовал что-то делать, рисовать. Был момент, когда в младшей классике я делал себе игрушки самостоятельно из картона, вырезал там футболистов человеческих и их раскрашивал так, что они были похожи там на настоящих, ими играл. И как бы у меня поэтому было море игрушек самодельных, вот, и я никак себя в этом плане не ограничивал. В итоге какие-то зарисовки делал карандашом там и так далее, но в итоге это все не превращалось в что-то, ну, в какое-то постоянное занятие. Скорее всего, это было такое развлечение, баловство, досуг, наверное. 27 лет мне подарили картину по номерам на день рождения, друзья, и я ее... Ну, она мне так понравилась, там была картина французской художники Франсуазы Ниелли. Она рисует шпателем, она очень известная в мире, такая взрослая женщина уже, такие у нее яркие, очень красивые портреты получаются. И я ее сделал, потому что я как раз занимался ремонтом в собственной квартире, хотел ее украсить, собственно, цель была такова изначально. После того, как я сделал эту картину по номерам, я понял, что, блин, красочки еще остались. Думаю, блин, я же могу и без номеров. И вот таким образом началось... Я начал пробовать, ну, то есть я начал вспоминать, я понял, что это то, что мне нравится. Да, если говорить стилистически, там на меня повлияли, естественно, большинство, там, иностранных художников. Тяжело рисовать на коммерцию? То есть где заканчивается творчество художника как порыв и начинается коммерция, скажем так? С этим тяжело, да. Если говорить про мой там путь, да, то есть я тоже не сразу перешел. Я вообще очень боялся перейти вот на стадию коммерции, потому что это очень тяжело с точки зрения, как раз таки, вот, правильно ты говоришь, что-то влияние на творчество, даже не с точки зрения того, что человек, человеку на тебя влияет, говорит, нет, сделай вот так, вот это и так не хочешь. Нет, тут больше про то, что, ну, сложно, ну, наверное, до конца понять, то ли человек хотел, то ли он вообще там задумывал, и зачем ему это вообще надо, да. То есть если я там вначале делаю, я делаю для себя и просто кайфую от этого, потому что ты знаешь, что меня устраивает, и по барабану кого там устроит или не устроит, вот. То здесь очень тяжело, и для меня это тоже было прям целое испытание. Как создаются работы? Ты такой садишься, такой, сегодня я нарисую это. Или это как-то, я не знаю, как у писателей, приснился сон, написала книгу. Вот как это, вот этот процесс, откуда ты черпаешь вдохновение? Это очень сложно описать, потому что этот процесс, я пытался его как-то структурировать, использовать какие-то принципы, действовать как-то по какому-то там шаблону, который сам для себя создам. Но нет, это все происходит очень импульсивно и случайно. Если говорить про, когда я готовлюсь к каким-то конкретным вещам, к конкретной выставке, я придумываю тему, я придумываю, что будет, какие будут примерно работы, и дальше уже это процесс по настроению. Ну как это, как вот не хочется мне говорить, что очень зависит от вдохновения, но все-таки, наверное, в моем случае так и есть, да, когда посещает меня муза, стучится, говорит, братан, все, садись, пора, я пришла, иначе другого шанса у тебя не будет, и я это делаю. Иногда бывает, что он просто не прет, и вот все, чтобы я не делал, я просто на следующий день прихожу, закрашиваю, люди не дадут соврать, и просто уничтожаю эту работу, и ее больше никто никогда не видит. И на ней появляется следующая, которая сверху нарисована, вот. Поэтому в моих картинах очень много закрашенных других картин, которые, к сожалению, никто никогда не видит, ну, точнее, в моем случае, наверное, к счастью, вот. Поэтому в целом это такой сложный процесс, немножко вдохновения, немножко собственной усидчивости. Я очень долго, бывает, там, смотрю на холст, концентрируюсь, о чем-то думаю, вспоминаю какие-то элементы, интернет, естественно, в помощь, когда я для вдохновения листаю даже работы художников, которые мне нравятся, да? А можно так сидеть в туалете, и пришло вдохновение? Бывает такое, да. Блин, сейчас побегу рисовать. Серьезно? Бывает такое, да. И в ванной, и в душе, и где угодно. Но, как правило, это все летит в заметку, потому что сам процесс, то есть, ну, у меня не получается сразу там побежать и что-то нарисовать, потому что все-таки это краски. Я очень часто рисую без, так скажем, без подготовки с точки зрения набросков, да, то есть я делаю сразу красками по холсту. Тему авторского права. Столкнулся ли ты уже с такой проблемой, что, возможно, ты такой листаешь интернетик и хоп, блин, идентична моя картина. То есть, вообще, как бороться даже с современным молодым художником вот с этим автором? Насколько тонкая грань? Потому что, ну, мне кажется, это в принципе не отслеживается у нас в стране по творчеству. Это очень тяжело вот так. У нас, я бы так сказал, не только по творчеству это не отслеживается, в принципе, во всех сферах, наверное, это мало отслеживается у нас в России. Но если говорить про творчество, то, наверное, здесь творчество это такая большая штука. Если ты берешь что-то и повторяешь, и говоришь, это мое, люди это увидят, люди скажут, что это плохо, так сказать, ну, это не зайдет, да. Если ты берешь что-то и добавляешь что-то свое, как это модно говорить в искусстве, переосмысляешь, это может быть совершенно круто, потому что из поколения в поколение, а я все-таки читал книжку про искусство, там прослеживается, как одно поколение художников все время копирует предыдущее поколение, при этом делает это каждый раз по-своему. У тебя же были уже выставки в Ульяновске, да? Ну да, были несколько выставок, ну, не сказать, что это было что-то такое, как сказать, персональное, да, но самая первая выставка моя была там, она была просто на фестивале искусства, ой, искусство, город мастеров, в общем, фестиваль, где просто рукоделы города выставляют там свои там, короче, как я... Это была твоя работа. Да, 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 вот, собственно, да, там я был первый раз, когда все там творческие люди города там что-то выставляют, показывают свои подделки, и у меня было там предложение, собственно, показать там свои картины, вот, то, что они там понравились организаторам, и с этого все началось. То есть вот именно там огромное количество людей, с которыми я познакомился, в принципе, вот начался вот первый фидбэк, первый запрос о том, что продается, не продается, да, и так далее. Потом была выставка, если не ошибаюсь, в Ульяновском педагогическом университете небольшая, да, то есть тоже предложили сделать совместную там выставку с одним из фотографов наших ульяновских, вот. Потом еще было несколько таких мероприятий, даже не связанных, наверное, больше с искусством, а в целом такие просто городские события. Одно из них это был фестиваль британской музыки и симбирский стиль. В сентябре Саша поучаствовал в международном интерактивном фестивале современного искусства ArtLifeFest 2020. На одной площадке своей работы представили художники из 22 стран. Место действия – Москва. Ты как-то сказал, что Ульяновск можно сделать красивым, но уехал в Москву. Почему? То есть ты решил, что здесь тебе стало тесно? И над чем сейчас работаешь? Причина банальная. Моя, ну, собственно, невеста родом оттуда, и она меня перетянула, можно сказать, туда. Ай-яй-яй, невеста закажутся, кадры, таланты у нас забрала. Вот, ну и в целом, если говорить про развитие, наверное, это, ну, как сказать, логично, что возможности больше, больше вариантов для того, чтобы... Ну, то есть сама эта тусовка, сама эта история, арт-фестивали, которые вот, которым тоже расскажу, в сентябре будет проходить крупный арт-фестиваль. Ну, то есть в целом возможности гораздо больше, естественно, там, да. При этом я не говорю, что я там от Ульяновской трубки не беру, меня там не существует, забудьте меня. Нет, мы поддерживаем связь, постоянно общаемся и с там, с молодежным центром, ну, то есть обдумываем какие-то будущие проекты, которые... Ну, то есть мне интересно, то есть свой вклад в город тоже внести, да, то есть несмотря на то, что где я нахожусь. Вот, поэтому сегодня я там в Москве, завтра я там еще где-то буду находиться, но, блин, как это ванильно будет сказано, родина-то она, блин, одна, я же не могла от нее убежать. Ты за то, чтобы обучаться быть художником или, в принципе, профессия открыта и любой человек просто... В смысле, ты рождаешься им или становишься? Ну, мне... Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, наверное, это исходит... Блин, если я хочу, и у меня есть бешеное желание там кем-то стать, ну, вот я убежден, что я могу вот этим кем-то стать. Ну, мне кажется, то есть я в этом убежден, я не знаю, откуда это, почему вот эта мысль во мне сидит, что если я чего-то захотел, я могу этим стать. По поводу предрасположенности, возможно. По поводу таланта, ну, вряд ли тоже. Все мы находимся в разных условиях, все мы находимся там в разной среде, и разный мир там вокруг нас находится, и тут зависит только от твоего желания. Потому что если ты хочешь этому там ремеслу научиться, да, ты может, не сможешь там, я хочу стать классическим художником, но у меня не идет там с карандашом там или там с пастелью там или маслом там. Но ты можешь попробовать что-то другое, если ты решил, что ты хочешь стать художником, да господи, ты можешь, разновидности куча, ты можешь реализовываться по-другому. Кто-то вообще не рисует и является художниками, которые делают перформансы, да, которые устраивают просто какие-то опросы, там, какие-то взаимодействия там с людьми и так далее. Они, в принципе, к холсту не притрагиваются, да, то есть, но они тоже художники. Поэтому это такая история, которая зависит от желания самого человека. И мне кажется, что вот если ты чего-то захотел, надо просто это брать и делать. Ну и мой традиционный вопрос. Три главных качества профессионального художника. Короче, работу, блин, не надо бросать. Это не качество, но это нужно быть в здравом уме и трезво оценивать, собственно, свои силы и финансовые возможности. Это первое. Второе, безусловно, фантазия и свобода мыслей. Ну, то есть, не нужно себя там как-то ограничивать, то есть, это обязательно должен быть постоянный полет вот в голове всевозможных мыслей. Ну и третье, наверное, это, блин, усидчивость, целеустремленность и нужно быть готовым пахать. Все, у нас уже трое. Наша прекрасная ассистентка. Саш, давай еще знаешь, о чем поговорим. Вот расскажи, чем ты рисуешь и на чем. То есть, какие холсты выбираешь, где заказываешь. Может, у тебя определенные там поставщики есть. И где творишь? У тебя отдельный кабинет для этого? Окей, я понял. Ну, смотри, как правило, там, картины я делаю все-таки на холсте, да, то есть, это ткань, обычно это лен, ну, иногда со смесью немножко хлопка, да, то есть, они много где продаются, много где делают под заказ. Материалы, материалы я использую очень разные, если говорить об основном, это в любом случае краска, да, и, как правило, я использую краски акриловые. Ну, это более современный материал. Классические художники чаще используют масло. Мне больше нравится акрил с точки зрения того, что он быстрее сохнет, там, больше палитра, более яркие там цвета. Но помимо акрила, там, очень много всего, там, идет вход гелевые ручки, маркеры, карандаши, все, что под рукой, вот, аэрозоль, да, светящиеся бывают маркеры, да, то есть, еще, ну, короче, все, что вот есть под рукой, все, что может что-то царапать, писать и смешивать, я стараюсь это использовать. Насколько важно, чтобы тебя в творческом процессе не отвлекали? Ну, это максимально важно. Это очень важно, но у меня есть там отдельная, так скажем, комната студии, да, достаточно большая, в которой там весь мой инвентарь помещается. В нашем распоряжении оказалась просторная улица и перила у подъезда, не важно где, главное, с кем и как. Вот и обещанная Саше возможность попробовать себя в роли художника. С собой он принес не только инструменты, но и уже заготовленный набросок. И что будем делать? Здесь есть заготовленные буквы, я в своих работах часто использую текст, буквы и фразочки всякие. Мы сейчас будем работать мастихином, знаешь, что это такое? Мастихином? Да, от итальянского мистичину. Это я в Википедии прочитал. Смотри, это художественный шпатель, он похож на строительный. Собственно, с помощью него делаются всевозможные мазочки. Главное вот так вот его держать, чтобы он был, так скажем, у тебя плотненько в руке. Как держать еще раз? Ну вот, взять вот так вот. То есть движение будет нужно делать вот такое вот. Попробуй, как тебе удобно. Да, то есть нужно будет красочку взять и размазать. Размазывать нужно по трафарету. Важно не загнуть шпателем уголки, чтобы краска не попала внутрь. Хотя и это не страшно. Наша работа предполагает некую небрежность. Как там говорится, я художник, я так вижу. А вот так черпать? Нет, нет, снизу снизу. Вот так, да? Да, ты же будешь... Нет, нет, смотри. Ты же будешь внутренней стороной это делать. Поэтому надо, чтобы краска была снизу. Вот, взяла? Давай. Она, кстати, пахнет как краска. Плотнее бери. Давай размазывай. В смысле, плотнее шансы. Ну, в смысле, да, вот так вот, да. Во, видишь, все, понесла. Все, один раз провела, можешь сильно не надавливать и дальше погнали. Ульяновск – город талантов, но город дремлющий. Именно об этом говорит зарисовка картины. Закрытый глаз символизирует некий инфантилизм и ленность, а открытый олицетворяет успехи и амбиции ульяновцев. Ой, мне так страшно, правда, ребят, реально. Я боюсь напортачить. И город никогда не проснется. Да, на тебе ответственность сейчас. Вообще, ты представляешь? Так, я думаю, все. Все, это держи. Угу. Держу. Теперь убираем. Убираем трафаретик. Все интервью на небе были тучи. Периодически лил дождь. Хотите верьте, хотите нет, под конец съемок вышло солнце. Кажется, город пробудился. А у Саши сбылась мечта. Он впервые подарил свою картину. Итак, резюмируем. Если рисуется, то рисуй. Творческий порыв ни в коем случае не стоит останавливать. Ведь на примере Саши можно понять, что художниками не только рождаются, но и становятся. Но главное перед творческим процессом хорошенько покушать. Редактор субтитров А.Семкин